Девушки отдыхают Кира, Олег, объявляю вас мужем и женой. Пусть любовь, пылающая в ваших сердцах, хранит ваш семейный очаг. Будьте счастливы! Ну что, горько? Горько! 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 Ребята, вы такие красивые! Поздравляю! Спасибо. Поздравляю вас, мои хорошие! Вы просто созданы друг для друга. Береги ее. Надежда, а незамужние подруги у вас есть? А как это такой достойный мужчина? И не женат? Да все как-то не складывается. Всем же олигархов подавай. Ничего. Вы обязательно встретите свою судьбу. И я вам в этом помогу. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Леночка, привет! Привет, дорогая! Прости, спешу в налоговую, буду там до вечера. Подожди, у тебя был голос такой взволнованный. Что-то случилось? Давай после работы встретимся, поговорим, ладно? Хорошо, я закажу столик. До вечера. До вечера. Вы что делаете? Вы что делаете? Вы кто? Отпустите! Как видите, на первом этапе сеть кондитерских нашей фабрики будет состоять из десяти заведений. Я что, все пропустила? Нет, главного кондитера еще не объявили. А это кто? Виктор Орлов. Новенький. Говорят, учился в Ле-Кордон-Блу. Да ладно. Потом расширимся по всей стране. Петр Игоревич назовет кандидатуру главного технолога-кондитера, который разработает уникальное меню для нашей сети. На эту должность у меня две кандидатуры. Это Виктор Орлов и Надежда Петрова. Виктор Орлов. Учился в Ле-Кордон-Блу. Работал в лучших кондитерских Парижа и принимал участие в профессиональных конкурсах во Франции. Надежда Петрова. Гордость нашей фабрики. Ее свадебные торты заказывают даже в другие города. Поздравляем. Ты победишь, я верю. Спасибо. На разработку меню у вас две недели. Оценивает экспертная комиссия. Но последнее слово все-таки за мной. На сегодня все. Желаю всем продуктивного рабочего дня. Дамы и господа. Коллеги, я попрошу вас задержаться. Сегодня мой первый рабочий день, и я приготовил для вас небольшой сюрприз. Спасибо, что дали Наде шанс проявить себя. Она очень талантливый кондитер. Да, но я все-таки делаю ставку на Орлова. Мне будет интересно проверить вашу Петрову в конкурентной борьбе. Поверьте, Надя сумеет вас удивить. А это мы через две недели посмотрим. Да, и еще сегодня к вам приедет дочь моего товарища, будет у вашей Петровой заказывать вадебный торт. Я прошу, чтобы все было по высшему разряду. Можете не волноваться. Это мой фирменный рецепт. Приготовил специально по случаю нашего знакомства. Я вас прошу, подходите ближе, не стесняйтесь. Слушайте, так давайте я помогу торт нарезать. Да, спасибо большое. Это вам. Тебе. Мы здесь все большая семья, даже и соперничаем. Как мило. Договорились? Вкус очень оригинальный. Результат долгих разработок. Торт просто бомба. Поделитесь рецептом. Нежный бисквит с добавлением сливочного сыра, лайма, кофе и еще три секретных ингредиента. Брусника и апельсиновый сок? Боюсь, вы не угадали. Корица и молочный шоколад. Снова нет. Люба теперь до утра не заснет. Вы знаете, жюри международных конкурсов до сих пор присылают мне свои варианты, но никто так и не попал в цель. Соленая карамель. Два столика я обязательно не угадал. Как всегда. Я видел, что ты опаздываешь, и оставил тебе кусочек. Спасибо. А что за пир? Ну, это подарок от нового кондитера. Он теперь будет соревноваться с Надей за звание главного технолога, а я... Да. Я, наверное, пойду. Спасибо. Кардамон? Первый заказ. Если будет нужна помощь техникой, обращайся. Разберусь. Надюш, ты обязательно выигрешь конкурс и станешь главным кондитером. А потом откроешь свою кондитерскую, о которой так мечтала. Спасибо, буду стараться. Как красиво. У меня снова проблемы на личном фронте. Что, на этот раз? Боря на свидание пригласила. Ну? А потом Валера объявился, и жаждет встречи. Опять? Ты забыла, что он исчез перед твоим днем рождения? Ну, у него была срочная командировка. Да? А на три месяца без звонков? Вер, не обижайся, конечно, но ты никогда у него не будешь на первом месте. Он такой притягательный мужчина. Боря ответственный и порядочный. А Валера твой самовлюбленный эгоист. А может, мне пойти на свидание сразу с двумя? Ну, а вдруг Валера изменилась? Василькина, подумай. Ничего такого не случится, если я схожу на свидание с обоими. Я не могу тебе этого запретить. Ну, хочешь, иди. Дамы, а вы не хотите посплетничать где-то в другом месте? Здесь вообще-то люди работают. У нас в коллективе свои правила. Перемывать косточки мужчинам, пока все остальные трудятся. Искать свою любовь. С помощью Надь. Любопытно. То есть ты не только кондитер, ты еще и купидон. Надя, она у нас местная сваха. Сваха? Да ладно. Да, я помогаю людям найти друг друга. А что здесь такого? Да ничего. Просто я думал, ты профессионал, а ты, оказывается, аферистка и сводница. Аферистка? Ну, конечно. Ты, вон, учишь Василькину одновременно крутить с двумя мужчинами. Аферистка – это еще мягко сказано. Надя не аферистка. Она объединяет одинокие сердца. Вот, смотрите. И что я должен здесь увидеть? Счастливые пары. Их всех познакомила Надя. И меня она тоже замуж вытащит. Боюсь, у вас мало шансов. Никто не любит обманщиться. С таким характером, как у вас, вам будет сложно ужиться в нашем коллективе. Василькина, этот коллектив ждут большие перемены. С завтрашнего дня вы поступаете работать под мое начало. Что? Решение Кирилла Степановича. Завтра в 7 утра я жду вас на рабочем месте. У нас рабочий день начинается с 8. А в моей команде с 7. Я попрошу всяких свах не отвлекать вас на глупости. Ну что, выбрали? Не могу выбрать малиновый или мятногрушевый. Егор, что скажешь? Простите, дорогая, надо по работе списаться. Выбери сама. Свадьба пройдет в старинном замке. Папа хочет покрасоваться перед друзьями, а я не хочу его расстраивать. Все-таки свадебный подарок. А какую свадьбу хотели бы вы? Я? Скромную на берегу и чтобы только мы и самые близкие. И чтобы играла музыка моего любимого композитора. Егор, а какой Кристина любимый композитор? К чему этот вопрос? Ну, хочется побольше узнать о вашей невесте. Помочь выбрать свадебный торт. Егор, ты что, не запомнил? Прости, нет. А сколько ребятишек в музыкальном классе у Кристины? Я что, на допросе? Егор, в моем классе пять мальчиков и восемь девочек. На ваши свадьбы будут подавать любимые блюда Кристины. Назовете? Я не обязан перед вами отчитываться. Ясно? Знаете, что интересно, я видела тысячу молодоженов. У них у всех горят глаза, а у вас нет. Скажите честно, вы женитесь на Кристине ради денег ее отца? Что вы себе позволяете, а? Так, Кристина, мне что-то не нравится. Так, андитишу, пойдем в другое место. И что за работа там такая важная у вас в телефоне? Вот там у вас глаз очень горел. Егор, покажи телефон. Ты кому больше веришь, Елена? Что за детский сад? Кристина? Сыпленок, встретимся завтра в 15.00, жду тебя моя зажигалка. Жду тебя. Кристина. Свадьбы не будет. Черт, ты что делаешь? Ты понимаешь, сколько оно стоит? Тебе это срок не сойдет. Кристина! Ты должна была всего лишь принять заказ. Жених чуть не развалил мой кабинет. Ну, парень лишился золотой жилы, его можно понять? Хватит ерничать. Как я все это буду объяснять Петру Игоревичу? Ну, я должна была спасти Кристину. Ценой своей карьеры ты понимаешь, что тебя могут отстранить от участия в конкурсе? Ладно. Я готова сама отказаться. И тогда ни у кого не будет проблем. Люди всегда будут для меня на первом месте. Люди, люди. Ладно. Я все улажу. Петрова, доведешь до инфаркта, буду сиваться. Отца? Вы с женой ждете ребенка? Кирилл Степанович, как я за вас рада. Девочка, решили назвать Надежда. В твою честь. Прелесть. Я думал, жизнь прошла, ты познакомила меня с Жанночкой. Кирилл Степанович, можно я пойду работать? Там просто очень важный заказ. А, ну да, иди, иди. И передай в кондитерский рецепт, пускай принесут что-нибудь сладенькое. Мне нужно стресс заезд. Я ему так верила, а он обо мне даже ничего не знает. Вы добрая, открытая, он просто этим воспользовался. Как найти любовь, если мы влюбляемся в иллюзии? Я познакомлю вас с очень достойным мужчиной. Вы шутите? Какие знакомства? Сегодня худший день в моей жизни. Нет, сегодня лучший день в вашей жизни. Вы только что избавились от Альфонса, который наверняка испортил бы вам жизнь. Доверьтесь мне. Я все-таки в ответе за тех, кому сорвала свадьбу. Привет. Лен, ты чего на звонки мне отвечаешь? С сим-картой что-то случилось. Здрасте. Это Лена, моя подруга. А это Кристина. Будем сватать ее за Мишу. А вот и Миша. Здравствуйте. 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 Догонкин. Здравствуйте. Как искренне, глубоко. Да, Миша талантливый музыкант. Его даже приглашали в Европу. Но после смерти жену он все оставил ради дочери. Я на секундочку. Никогда мне больше не звони. Нет, нам не о чем с тобой разговаривать. Увижу возле своего дома, вызову полицию. Все в порядке. Ошиблись с номером. Спасибо. Привет, привет. Привет. Добрый вечер. Добрый. Это Кристина. Давно не слышала такого исполнения. Спасибо. Кристина тоже музыкант. Училась в Лондоне, в Королевском музыкальном колледже. О, я заинтригован. Сыграйте что-нибудь для нас. Ой, вы знаете, я давно не играю на публике, только для учеников. Жаль. Может, вы сыграете вместе? Отличная идея. Сыграем? Я поддержу. Как вам удалось толкнуть меня на это безумство? Музыка. Вот безумство. Ну? Вы знаете, я так волнуюсь, что мне кажется, я все забыла. Не волнуйтесь. Я рядом. Музыка. 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 Не перестаю удивляться, как тонко ты чувствуешь людей. Но разница в статусе не даст им быть вместе. Не думаю. Кристине не нужен большой кошелек. Но ты права. Я действительно могу подобрать идеальную пару. Ну, а дальше все зависит от них. Да, это всегда работа двоих. Так, Лен. Давай же рассказывай, что у тебя случилось, ты весь вечер как на иголках. Жена Эдика про нас узнала. Сегодня подослала Громила, они мне угрожали. Боже, ты в порядке? Да. Лен, надо заявить в полицию. Не надо. Я рассказала Эдику, он мне не поверил. Сказала, что жена на такое не способна. То есть он все-таки выбрал ее? Нет, он еще думает. Но я все решила. Это конец. Лен, я постараюсь подобрать тебе идеального мужчины. Достойного. Просто дай мне время. Мне нужен достойный и обеспеченный. А такой на сайте знакомств не регистрируется. Запросы у тебя что надо? Другого полюбить я не смогу. Это комплимент от соседнего столика. Спасибо. Не надо. Спасибо. Ну, нужно жить дальше. Мне время лить слезы. Андрюш, тебе какие больше нравятся? Ну, вот этот. Хорошо. Может, ты не поедешь в горы? Ты не так давно занимаешься альпинизмом. Я волнуюсь. Куколка. Все будет хорошо. Ну, там же инструкторы. И ребята будут. Ну, хочешь, я могу вообще не поехать. Нет, нет. Просто будь осторожен, ладно? Ладно. У меня самая мудрая невеста. Позвольте пригласить вас на танец. Я танцую. А я вас научу. Девушка вон с этим столиком будет рада вашему обществу. Ты что, с ума сошла ему отказывать? Уже больше года прошло после того, как Андрей... Да, ну, я живу дальше. Ты строишь счастье других, а о своем забываешь. Ладно. Дело твое. Я пошла. Ты уже уходишь? Да, мой кавалер пригласил меня на прогулку. Работает в министерстве. Ну, все, давай. Подожди. Береги себя, ладно? Ой, да ладно. Привет, Сосновский. А я думала, ты со мной уже не разговариваешь. От тебя нелегко отделаться, Петрова. Если решишь сделать кого-то счастливым, то идешь до конца. Как прошел вечер? Кристина волшебная. Это бабушка? Нет, Надя. Дай мне. Аля. Ну, дай. Аля настоятельно требует аудиенции. Привет. Привет, крошка. Ну что, как дела? Как Вадик из пятого Б? С Вадиком все хорошо, но, мне кажется, наши отношения не развиваются. Что делать? Какой еще, Вадик? Папа, у тебя сейчас яичница подгорит. Ну вот, он уже вторую неделю носит мой портфель, а в кино не приглашает. Что делать? Слушай, ну пригласи его первое. Ну, может, он просто боится сделать первый шаг. Твой папа, между прочим, полгода решал сама бы пригласить на прогулку. Ну, пока она сама все не сделала в свои руки. Хм. Это вариант. Так, а ну отдай сюда. Так, бегом. Ешь и собирайся в школу. Опоздаем. Ты уже мою дочь замуж выдаешь? Да, работа с вашей семьей у меня проходит по индивидуальному графику. Миш, а если серьезно? А если серьезно, я пригласил Кристину на свидание, но хочу его отменить. Почему? Не могу предать Марину. Миш, жить дальше – это не предательство. Это выбор. Надя, 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 я тебя везде ищу. Слушай, ты сияешь, как новогодняя елка. Влюбилась. Во вчерашнего ковале? Да нет, кто-то оказался женатиком. Похлеще Этика. Предложила встречать рассвет в его загородном доме, пока жена, идите, отдыхайте в Греции. Тогда кто счастливчик, Виктор? Новый кондитер. Этот фирменный хам. У тебя минутка есть? Пойдем. Садись. Смотри. Красивый. Спортивный. Выигрывал кондитерские турниры, регаты. Ой, не мужчина, а мечта. Лен, если честно, он произвел на меня не самое лучшее впечатление. Вот это его кондитерский блок. У него еще и блок есть. Ну, что-то он перестал его вести год назад. Да, последняя публикация 9 октября. Надя. Должна помочь мне его завоевать. Я? Да. Начни с ним переписку от моего лица. Нет. Ну, прошу тебя. Все видят во мне девушку на одну ночь. А я хочу серьезных отношений. Семью, детей. Лен. Ну, прошу тебя. Он должен увидеть во мне не только эффектную внешность и длинные ноги. А вы с ним оба кондитера, найдете общий язык, да? Ну, я прошу тебя. Ради меня. Надюш. Ну, хорошо, ладно. Ладно. Спасибо. Ну, ну. Вердикт я ему вынесу завтра. Договорились? Пароль от странички скинул. Все, побежала. Девятое октября. Вот колечко и пропало. Ребята, я здесь новенькая. Не подскажите рецепт шоколадной глазури. Кто пустил сюда дилетантку, куда смотрят администраторы? Дамочка, вам нужно в группу домохозяйки без веника. Там все подскажет. Сработало. Можно забирать? Да, да. Вот с этим только осторожнее, пожалуйста. Вы не переживайте. Не первый день торта разбору. Справлюсь. Справлюсь. Лена, не обращайте внимания на этих стервятников. Отправляю вам рецепт шоколадной глазури. Будут вопросы, обращайтесь. Спасибо, Виктор. Как приятно, что в этой группе есть настоящий мужчина. Я вам так признательна. Вы за меня заступились. Сейчас это редкость. Не расстраивайтесь. Кондитеры, нарциссы от природы. Хотели утвердиться за ваш счет. А вы им не позволили. Я это ценю. Я польщен. А какая температура гарантирует оптимальную текучесть шоколадной глазури? Новички не задают таких вопросов. Кто вы? Вы меня рассекретили. Я ваша тайная поклонница. Тайная поклонница? Да. Люблю ваш блог. А сегодня зашла за десертами в кондитерский магазинчик и увидела вас. Но не осмелилась подойти. Почему? Не хотела вам мешать. За вашей улыбкой скрывалась грусть. Переезд в новый город всегда расставание с прошлым. Или побег. ЗВОНОК СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ВЫСТРЕЛ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, желатинчик. Желатинчик, не бойся. Оп. Домой. Молодец. Вы не угадали. Я люблю открывать новые города, поэтому я здесь. И как вам наш город? Не скучаете по океану? Город прекрасен. Но я еще не успел с ним познакомиться. А океан в сердце. С ним невозможно расстаться. Это вдохновляет вас на ваши шедевры? Это капитан Грей. В детстве я мечтала, как ко мне приплывет Грей под алыми парусами. Только когда Грей находит свою васоль, она разбивает ему сердце. Я сделала своей бывшей жене предложение на яхте под алыми парусами. Может, это была не ваша, Ассоль? И сказка еще возможна? У сказок печальный конец. Просто авторы нам его не раскрывают. Говорите, что за вашей улыбкой не скрывалась грусть. Вы проницательны. Наш город полон сюрпризов. Могу провести для вас экскурсию. Завтра в семь вечера я буду у фонтана желаний. Вам понравится это место. Почему? Там французский кондитер Артур Перей придумал свой знаменитый десерт. Шоколадный фонтан. Я приду. Буду ждать. Привет. Привет. У меня для тебя новость. У меня для тебя тоже. Я бы хотела свидать с Виктором. Что? Он ушел от жены. Сегодня мы улетаем на Бали. Лен, он же снова тебя предаст. Надь, отмени встречу с Виктором и искрой мой профиль. Эдик боится, что его жена испортит нам отдых. Я поверить не могу, что ты опять на это купишься. Да я просто хочу быть счастливой. Люди не меняются. Надь, я все решила. Не злись. Простите, но я не смогу провести экскурсию по городу. Что-то случилось? Еду к океану. Вернусь через две недели. С вас экскурсия по городу. Вера, Вера, подожди. Что случилось? Брат в школе подрался. А этот французский гений не пускает меня к нему. Почему не пускает? Потому что в его представлении я верни хвостка и буду бегать с мужиками. Это никуда не годится. Так. Это тоже. Ты что делаешь? Я работаю. Работаешь? Да ты превратил жизнь девочек в ад. Мастерство достигается не нытьем, а трудом. Ты почему Верочку обижаешь? Твоя Верочка отлынивает от работы. В моей команде я бездельников не потерплю. Либо работаешь, либо увольняешься. Кстати, что ты здесь делаешь? Тебе заняться нечем. Мы сами разберемся. Девочки не должны расплачиваться за твою неудавшуюся жизнь. Что ты знаешь про мою жизнь? Я видела фото. Год назад у тебя было кольцо на пальце, а сейчас нет. Уже и в соцсетях до меня добралась. Не лезь не в свое дело. Я понимаю, тебе больно, но Верочка тут при чем? Твоя Верочка? Что? На сегодня, может быть, свободна. Верочка, подожди, пожалуйста. Чего тебе? Я спросить хотел. Ну? Я сегодня к вам в цех заходил, ключи потерял. Так к нам сегодня в цех не заходил. Да. Не заходил. Ты не против? Пожалуйста. Извини. Развод – это больно. Но я готова доказать тебе, что никакая не афилистка. Я найду тебе девушку, которую ты полюбишь. И ты снова начнешь доверять. Можешь не тратить время, это не случится никогда. Я готова поспорить. Я найду ее. Или должность главного технолога твоя. Слишком легкая победа. К тому же на своднице. Тайные ингредиенты твоего фирменного торта – соленая карамель, ромовый ликер, морковный фреш. Откуда ты знаешь? А это уже мой секрет. Стать главным технологом тебе будет непросто. Так что пари будет честным. Хочешь пари? Тогда повышаем ставки. Как? Когда я выиграю, я становлюсь главным технологом. А ты навсегда прекращаешь сводить людей и лезть в чужую жизнь. Я согласна. Так, профиль твой мы почти заполнили. Остались некоторые детали. Спасибо большое. Самое яркое впечатание в жизни? Рыбалка с отцом. Рыбалка? Серьезно? Почему рыбалка? Знаешь что? Я уже и так достаточно рассказал. Давай заканчивайте заполнение и прекратим эту муку. Так. Осталось заполнить графу о твоей идеальной спутнице. В этом вопросе ты, профи, может быть, ты мне подскажешь? Значит так. Тебе нужна девушка, во-первых, с чувством юмора. Во-вторых, увлеченная своим делом. Так. В-третьих, обязательно со страстью к путешествиям. Ну и самое главное, она должна быть верной. Я угадала? Где же я такую найду? Я буду присылать тебе анкеты. Можно я не стану их читать? Я положусь на твой вкус. Мне уже 35 и мне нужен ребенок. Ищу донора для срока одного отцовства. Твои данные меня полностью удовлетворяют оплаты наличными. Доброй ночи, мой капитан. Сама судьба свела нас в этом океане бушующих страстей. К чему приведет наша встреча? К новому путешествию или кораблекрушению? Маша... ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Завтра у тебя первое свидание. Ее зовут Маша, она фотограф, экстремал, любит путешествовать и у вас много общего. С бывшей женой мне тоже было много общего, только наш брак это не спасло. Послушай, нужно смотреть в будущее, а не прошлое, правильно? Маша пригласила тебя завтра на регату. Встречаемся завтра уехать от клуба в 9 утра. Так, так ты тоже там будешь? Ну, конечно. Должна же проследить, чтобы у вас все сложилось. Прекрасно. Ты наконец-то поймешь, что торты ты печешь гораздо лучше, чем разбираешься в отношениях. Пока. Это мы еще посмотрим. Вот она сидит. Привет. Привет. Это Надя. Моя коллега. Это Маша. Знакомьтесь. Очень приятно. Взаимно. Команда уже собралась. Дима, Олеся. Вам тоже нужно зарегистрироваться. Я все заполню. Присаживайся. Когда выиграем регату, где будем праздновать? В ресторане Оливьере. О, любишь где подороже? Скорее хорошую кухню. Там прекрасный шип-повар. Твой мужчина сколько должен зарабатывать? Ну, я просто пытаюсь понять, потяну ли я тебе финансово. Для меня деньги в отношениях не главное. Я и сама прекрасно зарабатываю. Карьеристка. Почему сразу карьеристка? Работаю, но мечтаю о семье. То есть ради семьи ты готова бросить работу? Да. А фотографировать я всегда смогу. Ну, это понятно. Сидеть на шее у мужа – это вообще очень удобно. Я на секундочку. Если что, я на том же самом месте. У нас будет рокировка. Пожалуйста. Ты что ей сказал? А что, вроде нормально общались? Мы теперь в разных командах. Да ты что? Ничего. Мы и сами нормально поплаваем. Пойдем на инструктаж. Пойдем, пойдем. Зачем ты ее оттолкнул? А разве суть не в том, что девушки должны пробить мою холостяцкую броню? Надо просто быть собой. И все. Быть собой? Это тебя на онлайн-марафоне «Как охомутать миллионера» научили? Или какие ты там женские курсы посещаешь? Ничего я не посещаю. Тогда откуда такие познания? Богатая личная жизнь? А-а-а! ВЫСТРЕЛ Эй! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Держи. Спасибо. Ты в порядке? Да. Спасибо, что вытащил меня. Ты меня так больше не пугай, ладно? Да. Моя бабушка была свахой. Именно поэтому я столько знаю о людях. Иногда она говорила, что люди не могут развидеть друг друга. И порой от этого обжигается. Если ты такая проницательная, почему ты сама не замужем? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мама, спасибо тебе большое. Ну, прям, платье моей мечты. Это мой тебе свадебный подарок. Посмотри, какая ты в нем красавица. Мама. Спасибо. Сейчас. Да, алло. Надя, звонил друг инструктора. Андрей. Случилось. Случилось несчастье. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Надя! Надюша! Так почему ты сама не замужем? Все понятно. Сапожник без сапог. Может, мы твою бабушку тоже к моей истории подключим? Все-таки две свахи лучше, чем одна. Моя бабушка умерла. На этом моя регата закончилась. Прости. Тебя подвезти? Не надо. Возьму такси. Добрый вечер. Добрый вечер. Ты очень красивая. Спасибо. А это тебе. Спасибо. Мои любимые. Как ты узнал? У нас есть общая знакомая. Надя. Да. Пересаживайся. Спасибо. Как твои детишки в музыкальной школе? Вася выучил до минор? Запомнил. Конечно. Ты столько о нем рассказывала. Ему очень повезло с учительницей. А вот у меня был далеко не такой милый педагог. Добрый вечер. Вот знаешь, на кого ты меня променяла. Егор, тебя никто не приглашал. Уйди, пожалуйста. Лучше никого найти не смогла. Молодой человек. Вас попросили уйти. Вообще, Кристин, я за тебя рад. Честно. У тебя богатый папа. Директор агрохолдинга. Отмоет парня, приоденет. Не пожалеет денег на новую игрушку для своей дочери. Егор, прекрати. Ладно, ладно. Ужинайте. Ах. Кстати, в постели на полный ноль. СТУК В ДВЕРЬ Ну, давай. Будь мужиком. Не мои методы. А можно вас, пожалуйста? Лед принесите. Одну минуту. Очень молоден. Нормально. Играть сможешь? Да все в порядке. Слушай, я простой музыкант. Мы с тобой из разных миров. Ты так легко откажешься от меня? Борис Семенович, это Егор. Выслушайте меня, пожалуйста, не вешайте трубку. Новый ухажер вашей дочери аферист. Меня подставили, чтобы подобраться к Кристине. Лена, я не могу забыть нашу переписку. Возможно, мне просто нужен друг. Сам себя не понимаю. Сегодня я обидел хорошего человека. Она милая, наивная, но совершенно не знает жизни. Вы были правы с самого начала. Я сбежал в этот город от своего прошлого. Вас когда-нибудь предавали? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Надя, скорей. У нас ЧП. Что случилось? На вас лица нет? Проверка, внеплановая. Это все дело рук Егора. Какой мстительный парень. Ну ничего, вы не волнуйтесь. У нас образцовая показательная фабрика. Да знаю я. Просто это проверяющая настоящая миггера. Это крышек. Александра, ну как вам наш сортировочный цех? Теперь хочу посмотреть ваш кондитерский. Да, конечно. Вот проходите. Живо переодевайся и мне халат захвати. Хорошо. Наш кондитерский цех оснащен самым современным оборудованием. Все меры безопасности, санитарные нормы соблюдены. Мы за этим тщательно следим. Это что? Оно просрочено. Это подлежало утилизации еще вчера. Кто за это был ответственный? Я. Это моя вина. Значит так. Фабрику ждет штраф. А если я найду еще хоть одно нарушение, остановка производства. Вы зачем меня выкородили? Потому что я, Вера, ваш руководитель. Спасибо. Просто я сама брата воспитываю. Он вчера в школе подрался и за него и забыла. Мне никак нельзя эту работу потерять. Никто ничего не потеряет. Александра, мы все исправим. Не наказывайте, у нас так сурово. Одна ошибка тянет за собой другую. До свидания. Каждый имеет право на ошибку. Важно и вовремя исправить. Мы готовы доказать, что мы не используем просроченные продукты. Это была случайность и такое больше никогда не повторится. Ну пожалуйста. Есть ошибки, которые исправить нельзя. Надя, из-за ошибки инструктора они сорвались в ущелье. Сейчас достают тела. Надя еще ничего неизвестно. Мама не достает тела. Один альпинист выжил. Его вертолетом доставляют в больницу. Это Андрей? Пока неизвестно. Я буду ждать тебя в больнице. Верочка. Привет. Я... Я давно хотел... Что ты хотел? Сказай, что из-за меня тоже работу потеряешь. Я могу чем-то помочь? Чем? Брат в школе подрался. Разбил однокласснику дорогой телефон. Теперь нужно выплачивать. А чем, если я уволен? Я могу... Ничего ты не можешь. Извини. Я, наверное, не вовремя. Денис? Да? Зайдешь ко мне? Там есть срочно заказ на отправку. А с ним-то что? Не знаю. У каждого свои проблемы. Папа, а почему ты вчера так поздно вернулся? Задержался в ресторане. Кто такая Кристина? Это мой новый друг. Ты больше не любишь маму? Милая, я всегда буду ее любить. Но... Зачем тогда нам эта Кристина? Папа, она нам не нужна. Аль. Аля. Ну все. Хватит лиц слезы. Давай соберись. Возьми себе руки. Вдох-выдох. Да? И пойдем работать. Как думаешь, есть шанс, что проверяющая еще передумает? Шанс есть всегда. Пойдем работать. Пойдем, пойдем. Вы? Я взяток не беру. Принципиально это редкость в наши дни. Тем более в такой структуре. Комплименты тоже не помогут. Я здесь не из-за фабрики. Ваши слова сегодня вы говорили не о проверке. Это что-то личное. Надежда, если я не ошибаюсь. Выход там, где вход. Вас очень ранили, да? Поэтому не прощайте ошибок. Да. Не прощаю. Даже себе. Невинный флирт. Одна ночь. И я разрушила свою семью. И вот я одна. Ошибок допускать нельзя. Вы его еще любите? Своего мужа? Ну… У него молодая жена. Двое детей. А я… Я сбитый летчик. Никому не нужны женщины за сорок. Это неправда. Послушайте, у меня есть знакомый. Сильный, ответственный, романтичный. Хотите, я вам устрою сегодня свидание? Вы меня не осуждаете? Как можно осуждать того, кто искренне раскаивается? Вам нужно себя простить. Я не готова. Ну, сколько вам еще нужно времени, чтобы выбраться из этого кабинета и дать себе шанс жить? Ну, я же не могу в этом пойти. И я вообще не помню, как… как это ходить на свидание. Ничего. Вспомните. Окупайте много магазинов. Вон за тем столиком вас ждет, Тимур. А вдруг… А вдруг в этом ресторане вас ждет будущий муж? Ну, смелее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Аль, никто и никогда не заменит твою маму. Ты никогда раньше мне не врал. Ну, не знал, как сказать тебе о ней. Ну, ты же взрослый. Должен быть умнее. Должен. Но у нас, взрослых, не всегда получается. Я подумаю. А я тебя обыграю. Только попробуй. Александра, это вы. Здравствуйте. Здравствуйте, Надежда. Вот пришла к вам с повторной проверкой, чтобы дать шанс. Вы как видели, у нас все по правилам. Только свежие продукты. Молодцы. Так и отметила. А штрафа не будет? Нет. Спасибо. Это Наде спасибо. Умеет она ключик подгорать к людям. Мы сегодня рассвет встречали. На воздушном шаре. Я уже и забыла, что такое романтика. Знаете, ни одна женщина не должна об этом забывать. Всего доброго. Спасибо. А давайте я вас проведу. То есть ты свела ее с мужиком, и нам простили миллионный штраф? Я помогла ей встретить своего человека. И делала это от чистого сердца. Не думал, что твоего таланта хватит, чтобы спасти целую фабрику. Надо же. То есть ты признал, что у меня есть талант? Безусловно. Талант лезть в чужую жизнь. А если завтра у них не заладится? Нам что, ждать еще одну проверку? Лично я буду ждать поколшения на свадьбу. А ты знаешь, потому что я устроила ее личную жизнь, а не твою? Мы за ним целый день ездить будем. Я на маникюр опаздываю. Забыла, из-за кого мы здесь? Сколько раз спросил, не пиши мне, как до Кристины рядом. Ну, не сердись, зая. Думаешь, твой план сработает? Иди работай. Молодой человек, я заблудилась и не могу найти дорогу. А проспект космонавтов, это в какую сторону? А, это вам нужно выйти на бульвар, там направо и прямо... Это целый лабиринт. Я заблудилась и не могу вызвать такси. Ой! Что такое? У вас нехорошо? Голова закружилась. Наверное, на погоду. Может, врача? А, не стоит. Ниточку сейчас пройдет. Слушайте, давайте я вас подвезу. Я буду вам очень благодарна. Да, давайте. Осторожно. Можно чай, пожалуйста? Можно чай, пожалуйста? СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Здравствуй, прекрасный незнакомец. Ты поразил меня в самое сердце. Даже через экран передается твоя харизма. От твоего фото что-то ёкнуло внутри. Я сентиментально пусть, но мне не страшно открывать тебе свое сердце. Анжела, я польщен, что такая очаровательная девушка обратила на меня внимание. Расскажи о себе. Люблю путешествовать. Не могу сидеть на месте. Мир такой необъятный. Хочу пробираться в неизведанные уголки нашей планеты вместе с тобой. Ты был в Катманду? Бешеный ритм в сочетании с традициями. Город-муравейник. Ты одновременно часть целого и маленькая песчинка. Тебе нужно обязательно там побывать. Обязательно. Но пока только вылазки с друзьями. Рыбалка – наше любимое занятие. Рыбалка? У нас с тобой столько общего. Может, встретимся сегодня вечером? Буду ждать встречи. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо, что спасла нас всех. Я даже не знаю, что бы я делала без этой работы. Вер, ты меня уже раз в третий, наверное, благодаришь. А светишься так, как будто бы у тебя свидание. Ну и с кем? Ты не одобришь. С Валерой. Я тебе уже говорила, я не могу запретить тебе набивать шишки. А ты никогда не ошибаешься? Прости, я не хотела. Брат совсем распоясался. Ему нужна мужская рука. А Валера, он, может, и не самый лучший, но сильный, еще и привлекательный. Вера, хочешь совет? Выбирай мужчину сердцем, а не головой. Когда несешь ответственность за другого человека, то приходится думать головой. Ты сейчас пытаешься убедить в этом меня или себя? Спасибо за поддержку. Какие планы на вечер? Я нашла для тебя идеальную девушку. Умная, изобретательная, любит путешествия. Планов никаких. С нетерпением жду знакомства с вот этой твоей протеже. Тогда до встречи. До встречи. До встречи. Ну, и где же, интересно, моя суженая? Опаздывает? Нет, она заболела воспалением хитрости. Я тебя даже не узнала, Анжела. Как ты догадалась? Интуиция. А если ты обо всем знала изначально, то что мы здесь делаем? Погоди, погоди, погоди. Ты решила устроить нам свидание? Даже не знаю, как ты эту новость переживешь, но мы с тобой друг другу не подходим. То есть свидания не будет? Почему же не будет? Будет. Пойдем. Куда? На встречу твоей судьбе. Как тебе по отчеству? Алексеич, это какая-то секта? Нет, это спиддейтинг. За один вечер у тебя будет пятнадцать свиданий. Адьё. Я домой. Отказ от свиданий – это проигрыш. Так что технически, если ты уйдешь, то главный кондитер я. Хорошо. Хорошо. Но ты пойдешь вместе со мной. А то незамужняя сваха – это как-то несолидно. Всех клиентов нам распугаешь. С удовольствием. Петрова, да? Петрова. Я сама. Дамы и господа, занимайте свои места. У вас будет пять минут для общения с каждым участником. Мужчины пересаживаются по команде. Всем приятного вечера. Надежда. А я Константин, патологоанатом. Тяжелая профессия. Не каждая смелится выбрать. Вы первая, кто не испугался. Обычно разговор дальше не клеится. Ну, люди боятся того, чего не понимают. И часто вы посещаете подобное мероприятие? Третий раз. А что, с первого раза не срослось? Знаете, я считаю, что в любовных делах спешка ни к чему. Ну, вы правы. Надо принюхаться, бессмотреться. Я вас понимаю. Скажите, а что вас еще вдохновляет в жизни? Ну, я люблю джаз. Джаз. Я раскрою вам секрет. Девушки очень любят мужчин, которые разбираются в музыке. Начинайте разговор всегда с джазом. Интересно, а что именно вы ищете в вашей избраннице? Избранница должна не бегать по мужикам, варить борщи и штопать носки. Вы, кстати, готовить умеете? Нет. Значит, белоручка? Тамара, вы верите в инопланетян? Что? Инопланетян. Нет. Зря. Когда мне было шесть лет, в детстве меня похитили, но я сбежал. Как? Я не знаю. Они стерли мою память. Я работаю пожарным. Вот как раз недавно вынес ребенка на руках из горящего пламени. Хороший заход. Многие женщины на это купились. В смысле вы о чем? В пожарных остаются шрамы от огня. А у вас их нет. И если вы здесь обидите хотя бы одну женщину, я вас найду. Тем более, у меня есть знакомый патологан Анатол. А теперь они постоянно следят за мной. И даже сейчас. Не оборачивайся. Оригами – это ваше хобби? Ну, как сказать. Я детский врач. А многие детишки боятся врачей. Вот я и придумал лепить из бумаги всяких зверюшек, чтобы поднимать им настроение. Это вам. Красивый. Спасибо. 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 Это кто? Мой коуч. Учит меня быть раскрепощенной. Подстраиваться под мужчин. Никогда так не делайте. Надо быть настоящей. Вот я ее начинаю цитировать. Она просто залезла в мою голову. Кто? Был романтик. Да, если девушка меня вдохновляет. А вы меня вдохновляете, Надя. Надя – настырная барышня, которая пытается устроить мою личную жизнь. Мы с ней работаем вместе. Она кондитер, я кондитер. Только я ищу новую форму. Она делает классические, обыкновенные торты. Но есть в них какая-то магия. Да. Ну что? Как успехи? Скучно. Я, кстати, понял, как ты разгадала Анжелу. Рыбалка. Почему ты не решила не указывать это в анкете? Ты прервал разговор об этом. Не хотела, чтобы кто-то затронул эту тему. Ну да. Тема отца для меня непростая. В детстве мы часто ходили с ним на рыбалку. С ним и с братом. А еще папа был моряком. И никто никогда не сможет так рассказывать про путешествия, как он. Так вот откуда у тебя такая любовь к регатам, да? Он всему меня научил. А когда я его не стал, я стал ходить на рыбалку один. Но это совсем другая рыбалка. А почему не с братом? У нас как-то разные интересы. У тебя есть пять минут? Спасибо, что уделили время. Ближе к делу. Борис Семенович, я никогда не изменял вашей дочери. Это правда. Я просто хотел, чтобы Кристина мне немного приревновала, а в итоге попал в ловушку. Это все одна группировка. Музыкант, кондетерша и, кстати, эта девица. Они все так ловко спланировали, чтобы очернить меня и сорвать нашу свадьбу. Они хотят окрутить Кристину, подобраться к вашим деньгам. Перешли мне это фото. Я люблю вашу дочь и хочу быть вместе с ней. Помогите мне, пожалуйста. Свободен. Дорогие гости нашего клуба, первая часть вечера завершена. Вы можете продолжить общение у нас на танцполе. С меня достаточно, мы уходим. Виктор, куда же вы? Мы вас никогда не отпустим. А вы мне еще не рассказали рецепт суфле? Я первый танец за мной. Вземте, пожалуйста. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. А что ты тут делаешь? У нас вечеринка, мы будем не одни. Это Пашкин друг, он уже уходит. Да. Заходи. Телефон. Не надо меня жалеть. Ясно? Я сама со всеми справлюсь. Вер, я… Ну, что еще? Хорошего вечера. Валера, ну подожди. Я ужин приготовила. Потом. Все потом. Сколько мы не виделись? Три недели? Три месяца, Валера. Тем более. Чего же откладывать? Ну подожди, скоро брат придет. В смысле? Я думал, мы с тобой проведем вечер наедине. И ты обо всем позаботилась. Я хотела вас познакомить. А тебе не кажется, что о таком тебе нужно предупреждать заранее? Я же сюда приехал не с братом твоим знакомиться. Ладно. Давай тогда по-быстрому. Валера! Тебе лучше уйти. Я же могу больше не позвонить. Сделай одолжение. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Надо сказать, ты весьма изощренно избавляешься от конкурентов. Что ты здесь делаешь? Я решил избежать от этих хищниц. Это все для твоего же блага. Кстати, ты не знаешь историю этого фонтана? Говорят, Артур Пэри здесь придумал свой знаменитый десерт. Нет, не знаю. Хорошей прогулки. Я тебя провожу. Кстати, этот Олег со спиддейтинга просил у меня твой номер. И что? Ну, я решил не давать без твоего согласия. А за это спасибо. А ты не хочешь с ним продолжить? Мне кажется, вы друг другу подходите. Давай-ка вспомним, что сваха здесь я, хорошо? Да ладно, какая ты сваха? У тебя даже мужа нет. Ну, почему же? У меня есть любимый мужчина. И как он относится к твоему сватовству? Прекрасно. Доврешь ты всем. Никого у тебя нет. Почему ты так решил? У тебя глаза не горят. Тебе показалось. Познакомишь меня с ним? Я не беру работу, она там. О, и где твой кент? Его не будет, сами пушные. Я не голоден. Пойду с ребятами в футбол поиграю. А уроки? Подождут. Так, никуда ты не пойдешь. Ты постоянно во дворе или с PlayStation. А тебе об учебе нужно думать. Я и так еле уладила историю с твоим телефоном. Буду через час. Может, через два. Любимый, я не могу тебя забыть. Твои губы, твои глаза, твое тепло. Ты винишь во всем меня, та я виновата. И готова вымаливать прощение всю жизнь. Я оступилась, но я никогда не переставала тебя любить. Нельзя вычеркнуть наши десять лет. Ты здесь ищешь мне замену? А может быть, уже и нашел. А я даже не могу подумать о ком-то другом. Каждый день, с того самого дня, как за тобой захлопнулась дверь, я жду тебя. Ты убегаешь от меня, но я твоя тень. Я буду везде следовать за тобой, потому что я в твоем сердце. Кристина, нам надо поговорить. Пап, давай вечером. У меня с Альфеджио нужно бежать. Как раз твои вечера меня и волнуют. Этот музыкант… Пап, ты не забыл, сколько мне лет? Я сама разберусь, с кем встречаться. Ну ты же его совсем не знаешь. И вообще он не из нашего круга. Это ты его не знаешь. И не все меряется деньгами. Любовь уж точно нет. Она полчаса уже опаздывает. Она, наверное, меня увидела, испугалась и убежала. Нет, она придет. Она обязательно придет. Угу. А у меня, кстати, для тебя тоже есть сюрприз. Да? Какой? Номер твой давать я не стал, но подсказал, где ты бываешь. Сегодня у нас будет двойное свидание. Та-дам! Как тебе такая идея? Здравствуйте, Надя. Я очень рад вас видеть. Это вам. Привет. Мои любимые. Что ты здесь делаешь? Спасибо, что ответил на мое письмо. Я не надеялась к тебе достучаться. Какое письмо? Я так долго этого ждала. Это какая-то ошибка. Я люблю тебя. Любишь? Виктор, подожди. Подожди, стой. Я тебя предупреждал. Я тебе говорил, не лезь. Вам надо поговорить. Надо? А ты меня спросить не забыла? Ну ведь она тебя любит. Она переспала с моим братом. Так поступают, когда любят. Не будет больше никаких свиданий. Ты понятия не имеешь, что такое предательство. Миша. Миша, взял. Какой путь? Надя, подожди. Это не он. СМЕХ Черт, черт, черт. Почему? Почему ты юный? Здравствуйте. Борис Ольховский, отец Кристины. Рад знакомству, Михаил. Сколько вы хотите за то, чтобы оставить мою дочь в покое? Я вас не понимаю. А что именно в моем вопросе для вас осталось непонятным? Назовите сумму. Я хочу быть с Кристиной. Ваши деньги мне не нужны. По-хорошему решать вопрос вы не хотите. Значит, будем его решать, по-моему. За музыкальное сопровождение. Девочки, вы Виктора не видели везде его еще? А ты что, ничего не знаешь? А что я должен знать? Виктор теперь у нас звезда Ютуба. Угу. Его пятиорусный торт развалился на юбилей дипломата. Гости засняли и выставили в интернет. С хэштегом фабрики. Степаныч в сутра злой. А мы Виктору говорили, что так и будет. Ну, он нас не послушал. Он ведь в Ликорденблу работал, а мы в село. Знаешь, я уже попросила, чтобы меня обратно в сортировальный перевели. Девочки, ну подождите, не бросайте его. Я, конечно, понимаю, он не подарок, но он хороший человек, правда. У вас столько заказов, как он справится один? Я не хотела уходить, но он меня сам прогнул. Знаешь, Надя, хорошего понемножку. Мне нужно извиниться. Твои проблемы. Я помогу тебе с заказами. Я не хочу ничего слышать ни от тебя, ни от тебя. Просто исчезни из моей жизни. Надя! Надя, я тебя поздравляю. Ты главный технолог сети. А Виктор? Готовлю приказ о его увольнении. Эта французская звезда перешла черту. Коллектив жалуется, всем хамит. Выставляет фабрику на посмешище. Кирилл Степанович, я никогда о вас о чем не просила, но сейчас я прошу. Пожалуйста, дайте ему последний шанс. Работа сейчас – это все, что у него осталось. Хорошо. Я дам ему последний шанс. Но под твою личную ответственность. Спасибо. Простите, что не ответила сразу. Если вам нужен друг, знайте, я рядом. Нас разделяют сотни километров. Но что такое расстояние? Вы спросили, предавали ли меня? Было ли мне так больно, что разрывало изнутри? Когда отчаянно глотаешь воздуха, он разъедает еще сильнее. Когда земля уходит из-под ног. Да. Меня предавали. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай потихоньку. Пошелет гони. А тут что? Тебе что, жить надоело? Логичный вопрос. Ты совсем горзый. Э, что у вас произошло? Это вот у них спроси. Стоять! Стоять! Да пошел ты! Полежи немного. С тобой все в порядке? Да. Меня всего лишь уволили. И не хотят брать в другие рестораны. Ну, не волнуйся, я справлюсь. Это папа, я с ним поговорю. Нет, не нужно. Я сам все решу. Если твоему отцу нужно доказать, что я люблю тебя, я готов. Поехали? Куда? Ко мне. Нет, знаешь, это как-то неудобно. Я не буду тебя прятать от дочки. Поехали. Поехали. ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФОН ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК А знаете, Кристина, вы не очень-то красивые. Аль, зачем ты так? Ты же сам меня учил говорить правду. Я что, должна врать? А я никогда не считала себя красавицей. Серый чулок. А еще любила играть на рояле и читать энциклопедии. Мне их мама привозила, когда возвращалась с командировки. Энциклопедии? Угу. Аля, у нас яростный фанат энциклопедии. Уже не знаем, куда складывать. Покажешь Кристине? Зачем? Ладно, в следующий раз. Я надеюсь, следующего раза не будет. И папа, скажи своей подруге, чтоб она тут долго не засиживалась. Это неприлично. Я спать. У меня, между прочим, режим. Аля. Не надо. Не переживай, она просто ревнует тебя. Ей нужно немного времени. Ты права. Я на вас очень надеюсь. С этой работой никакой личной жизни. Я представляю. А вокруг одни путаны. А вот и вашу руку. Забирайте. Пойдем. А ты что здесь делаешь? Приехала тебя выручать. Спасибо. Я в твоей помощи не нуждаюсь. Я отвезу тебя домой. Слушай, я что-то запутался. Ты вообще сваха или мать Тереза? Отстань ты от меня уже. Ну, пиваться в баре – это не выход. У тебя есть ответственность перед фабрикой, если ты забыл. А можно я как-то сам разберусь? Сколько я тебе должен затворить услуги? Садись. Ты хорошая актриса. Вот прям отличная. Психолог. Тонкий манипулятор. Ты-то так решила избавиться от конкурента, да? О чем ты? Да я все знаю. Я знаю, что был приказ о моем увольнении, что Кирилл Степанович меня отстоял. Решил дать второй шанс. Так что не сработало, да? Провалился планчик. Я не имею к этому никакого... Да ладно! Что ты мне говорила, когда мы только познакомились? Это... Мы семья. Даже если мы соперничаем. Красиво. Только на деле ты испугалась, что не получишь повышения? Придумала этот дурацкий спор, вовлекла меня в него и притащила ко мне мою бывшую. Выбила у меня почву из-под ног. Ты знаешь, что это сработало? Это неправда. Да все это правда. Я больше всего жалею, что я поверил в твою искренность. И опять ошибся. Я в тебе ошибся. Тебе завтра будет стыдно за эти слова. Я стану главным кондитером, а ты всю жизнь будешь лепить свадебные торты. Пустые и фальшивые, как ты сама. Ты правда так обо мне думаешь? А я вообще ни о ком не хочу думать. У него было? И тебе добрый вечер, папа. Решил его помер упустить? Работы лишить? Ну, смелый рай и в шалуше. Не так ли? Тебе должно быть стыдно. Смотри, кому это должно быть стыдно. Лена. Мне жаль, что вы тоже, как и я, стали жертвой предательства. Сейчас вы единственные человек который меня поймет я на дне хочу оттолкнуться и подняться на поверхность но трясина воспоминаний затягивает все сильнее и сильнее эти раны не скоро затянутся даже когда шрамы уже не видны боли преследует никто не знает и не видит как нам сложно как мы стараемся снова улыбаться и остается только научиться с этим жить как как научиться жить с предательством двух самых близких людей прожить эту боль а не бежать от нее вы смогли снова поверить и и и и Привет, малыш. Так по тебе соскучился. Ты настоящий. Что? Ну, конечно, я настоящий. Какой же я еще мог быть? А, ты, наверное, спала, я тебя разбудил. Прости, пожалуйста. Фух, так устал с дороги. У нас есть что-то поесть? Ты бы видела, какая там красота. Мы поднялись на самую вершину. Я... Я столько фотографий сделал. Но, Виталик, представляешь, разбил мой фотоаппарат. Сейчас, извини. Как раз Виталик пишет, говорит, что я у него какие-то документы забыл. Ну, он будет завтра заехать забрать. Я совсем забыл. Я же тебе подарок купил. Но, что такое? Поехали. Ну, тебя, я поднял! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Вон подарок. Там ничего серьезного. Просто легкая интрижка. И все. Виталик мертв. И Игорь тоже. Что? Позвони своей маме. Она думает, что ты мертв. Прости меня, я абсолютно все исправлю. Нет, не исправишь. Ты для меня умер. Три дня назад. Три дня назад. Потерять любимого мужчину? Снова обрести, чтобы узнать о предательстве? Лена, вы сильная. А он подлец. Врезал бы ему при встрече. Он завел интрижку с дочкой владельца футбольного клуба, где работал помощником тренера. Перечеркнул все, что мы строили. Или, может, строила только я? А моя жена изменила мне с моим братом. Я узнал про их интрижку из переписки в соцсети и про ее аборт. Она не знала, чей ребенок, поэтому решила не рожать. Не хотела меня потерять. А ведь это мог быть мой ребенок. Мне так жаль. Я любил бы этого малыша. Никому не мог сказать правды. Вы первая, кому я излил душу. Вы мне нужны, Лена. Не исчезайте. Я рядом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok